Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я хочу вас поздравить! Сегодня пятница. Я думаю, что вы уже что-то запланировали на этот вечер. Может быть даже романтическое событие при свечах и с любимым человеком. Или, возможно, вы запланировали просмотр фильма, который вы давно хотели посмотреть, чтобы насладиться теми моментами, которыми вы хотели еще раз насладиться. Хочу вам показать одну покупку, которую вчера у меня Вроника сделала в магазине Подружка. Это покупка от Тони Молли. Это тинт для губ клубника. Он выглядит гелеобразный. Так, сейчас. И вот такой он цвет имеет. На обратной стороне вы можете почитать об этом бальзаме, как он легко наносится и в какой цвет он превращается. Также накупила масло от Агафи. И оно предназначено для укрепления волос. Сюда входит органическое масло, сибирского льна, репейное масло, семена кориандра, розмарина и тмина. Замечайте то, что находится внутри этой бутылочки. Здесь находятся семена льна. Вот так это выглядит, когда я открыла крышечку. И видите, тут семена находятся внутри этой бутылочки. Также накупила еще маску для лица. Такие покупки Вероника вчера завершила в магазине «Подружка». Мы хотим показать, какой был сегодня у Андрюхи по английскому языку диктант на числа, цвета. Можно было повторить текст про Иванушку. Сивка-бурка. Сивка-бурка. Также здесь предоставлены слова, которые тоже были в этом диктанте. Тоже нужно было их прописывать. И также школьные предметы. Тоже они были в этом диктанте. Первая часть и вторая. То есть учитель им диктовал все разнобой. Русский, а ребенок писал по-английски. Короче, и эти слова, и сивка, вот эти слова, цвета и числа. Музыку нам задали два упражнения. Первое упражнение и второе упражнение. По хрестомате нам задали читать садко до самого конца. Так, 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 так. Вот, до самого конца нам читать садко на нашу работу. Вот там хочу вам показать, что нам задали по математике. Нужно выполнить. Также хочу показать вам окружающий мир, который мы выполнили вчера. Вот эту они работу делали в классе. А вот эту работу мы делали вчера дома. Хочу вам рассказать одну историю, которая произошла у нас на днях. Начну я с предусловия. То есть предусловие этой истории. На днях Андрюша пошел в это помещение. Это помещение, туалет. Закрылся. И замок заклинило. Благо то, что мы были дома. То есть Вадим и я были дома. И как-то попытались освободить Андрея из этого помещения. Все инструменты, которые нам пригодились, находились в этом помещении. То есть у нас в этом помещении и в этом шкафу лежат у нас инструменты. То есть отвертки, всякие гвоздики. Но войти сюда мы не смогли. Потому что дверь закрыта. И мы пытались освободить Андрюшу всеми способами, только которым возможно. То есть брали ножи, вилки, чтобы открыть дверь. Но потребовалось нам около часа примерно, может даже и больше. То есть время я не засекала. На то, что когда вы хотите освободить, естественно, время не засекаете. Первое, то, что надо действовать, чтобы ребенок не напугался, не паниковал. С ним нужно разговаривать. Больше разговаривать. Потому что у ребенка паника начинается, шок, что он не может выйти из помещения. Поэтому больше разговаривать надо. Мы освободили Андрюшу подручными средствами. Но вчера история повторилась. К нам пришел человек, который занимается с Андрюшей. И, к сожалению, оказался в такой же ситуации, как Андрей. То есть, в принципе, я заклинила замок. Я уже научным способом. Мы отвертку оставили на всякий случай, пока не купим новый замок. Первым делом, естественно, я пыталась открыть. Я разобрала полностью весь замок, отвинтила все это отверткой. Вы не думайте, если женщина, то она не может ничего сделать. К сожалению, нет. Мужчины некоторые не правы. Некоторые женщины могут сделать то, что даже мужчина не может сделать. Я могу запросто прибить гвоздик, просверлить дырку в стене. И все это сделать по науке. То есть, в принципе, по технологии. Так открыла я дверь. То есть, так и надавила. И вдавила дверь к стенке, то есть, к петлям. И так я открыла эту дверь. Такой надо покупать новый замок. Более такой, чтобы не заклинило вам больше. И еще хочу порекомендовать родителям. Если вы уходите, допустим, в магазин или вы на работе, говорите детям, чтобы они не закрывались в ванне или в туалете на замок. Потому что, если заклинит замок, освобождать их будет некому. Они будут дома одни. Если, конечно, у вас ребенок, допустим, некоторое время может сидеть дома один, пока вы отсутствуете. Вот. Потому что разные ситуации. Может ребенку плохо стать. Поэтому лучше, чтобы он не закрывался. Заклинит и трудно будет уже открыть. И тем более, телефон находится не в туалете, а в комнате. Поэтому рекомендую родителям, чтобы они говорили своим детям, чтобы не закрывались. Вот. В какой-то день я застрял в туалете. А в 24-е, у меня пришел репетитор. И он тоже застрял. Когда я застрял в туалете, я взял вот это что-то. А репетитор тоже брал. Вот коробки он. Вот здесь. Я их отец брал. Ну, вообще-то Павел хотел сломать дверь. Я чуть испугался. Пока Андрюха будет выполнять домашнее задание, я займусь немного приготовлением еды. Я уже сварила гречневую кашу и пожарила котлетки. Вот. И сейчас я буду по просьбе Андрюхи делать еще макарошки. Вот такие. Погода у нас отличная. Солнышко светит ярко. Небо такое непонятное. Такое, такое дымчатое. Очень, короче, голубого неба так не видно совсем практически. Вот. Погода отличная. Вроде бы обещают на выходные. То есть в субботу солнечно. Но воскресенье обещают дожди. Не хочу, честно говоря. Так, в общем, пошла я дальше заниматься своими делами. Посмотрю то, что мне написали в комментариях. Возможно, если я успею посмотреть какие-нибудь видео. Вот. Так что, в принципе, дел много. Но они выполнимы. Мой маленький видеофильм подошел к концу. Спасибо вам за то, что вы посмотрели мой маленький видеофильм комментарий. Спасибо вам за то, что вы написали комментарий. Мне очень приятно, когда люди пишут о своих впечатлениях, о своих рассуждениях. И также приятные слова. Также я хочу поблагодарить погоду и солнце и небо, которые сегодня делились с нами своим добром и теплом. Давайте друг другу просто пожелаем приятного вечера и также приятного чая и питья. Спасибо вам еще раз за просмотр. И спасибо вам, что вы делитесь со мной своими впечатлениями и также своими комментариями. Спасибо вам за это.